Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна. И сегодня я хочу поделиться с вами несколькими советами. Надеюсь, они окажутся для вас полезными. Я буду очень-очень рада, если помогу вам чем-то. И, наверное, начну с самой главной такой проблемы. Особенно вот она у меня, электролизация волос. Очень сильно после улицы заходишь в помещение, вот прям как одуванчик. Они разлетаются в разные стороны. Меня это ужасно раздражает и причиняет ужасный дискомфорт мне. Поэтому я нашла такое небольшое решение, которое мне очень хорошо помогает. Я всегда ношу с собой обычный крем для рук. Беру, выдавливаю всего лишь маленькую такую горошинку. Вот столько. Девчонки, не переборщите. И растираю в руках. Смазываете ваши руки, увлажняете. И вот не до конца, когда еще впитался крем, буквально такая пленочка, чувствуешь, еще сверху есть влажная, я прохожусь по всей длине, только корни, и трогайте волос. Вот где именно электролизуется, вот так вот слегка по поверхности волос. И не разлетаются в разные стороны. Поэтому очень-очень мне это помогает. Надеюсь, этот трюк вам поможет. Буду очень рада. Также, продолжая тему волос, хочу дать вам еще один небольшой совет. Если вы хотите привести свои секущиеся кончики в порядок, возьмите обычный ваш кондиционер, бальзам для волос. Водрите его в секущиеся кончики, прям вот так вот, прям массирующими движениями, довольно обильно. И далее вымойте голову обычным для вас способом, привычным, обычным шампунем. После этого опять нанесите кондиционер по всей длине и оставьте его на 2 минуты на волосах. И потом все это смойте прохладной водой. Правда, очень приобретают волосы такой живой вид и секущиеся кончики прям как запаиваются. Также, девчонки, хочу поделиться с вами одной хитростью, которая помогает мне избавиться от такого больного, надоедливого прыща. Вечером я готовлю смесь. 3 столовые ложки меда и туда добавляю 2 чайные ложки молотой корицы. Все это хорошо, 2 ингредиента между собой перемешиваю. И наношу эту смесь на какое-то больное воспаление прыщичек. И так оставляю на ночь. Втирать ничего не надо. Ложитесь спать и утром просто умывайтесь. Вот увидите, что воспаление спадет и он станет намного-намного меньше и незаметнее. Девчонки, хочу вас предостеречь и дать вам 2 совета касательно маникюра. Никогда не красите ногти на кухне, потому что если в это время у вас что-то готовится на плите, то от перепада температуры лак ляжет на ногтях неровно. И не делайте так же и в ванной комнате. Еще один способ, о котором я хотела вам сказать. Многие, когда перенесены лаком, берут флакончик и вот так вот его взбалтывают. Ни в коем случае, девчонки, так не делайте. Потому что воздух, который находится во флакончике, скапливается на кисточке. И при нанесении на ногти, все это у вас ложится пузырьками. Если вы хотите его взболтать, то просто вот так вот покатайте в руках. Этого будет вполне достаточно. Если вы любительница создавать рисунки на ногтях и под рукой у вас не оказалось специальной кисточки, я могу посоветовать взять обычную зубочистку и таким же способом вы нанесете свой рисунок. Когда вы выбираете помаду в магазине, никогда не наносите сводч на руку, потому что здесь всегда кожа светлее. Чтобы понять, какой у вас на самом деле будет цвет этой помады на губах, наносите ее сводч вот сюда вот на подушечке пальцев, потому что цвет подушечков пальцев совпадает с цветом наших натуральных губ. И последнее трех в этом видео, о котором я хотела бы вам рассказать, если вы хотите, чтобы ваш хайлайтер на скулах был более интенсивный, берем кисточку, набираем его и сбрызгиваем эту кисть водой. Наносим на скула. Я думаю, такой вариант подойдет более для вечернего макияжа. И на этом пока все. Надеюсь, что просмотрев это видео, вы узнали для себя что-то полезное. Буду очень рада вашим комментариям, вашим отзывам. И всем пока!